Добрый день! Сегодня 24 июня. Мы живем в Крыму. Сейчас мы находимся на нашем опытном участке Персика. По этому участку мы постоянно показываем вам видео. Сначала посадки этих деревьев и так ежегодно. Обрезки, нормировки урожая, обработки, рыхление почвы. Многие в комментариях пишут, что вы постоянно показываете обрезки. Вы все срезаете, у вас на деревьях ничего не остается, вы делаете все неправильно. Но я решил записать коротенькое видео. Времени просто у нас нет для видео, для полноценного. Но хотя бы показать, какой урожай у нас на деревьях. Ну вот, посмотрите, я весной показывал вам обрезку по этому участку. Далее я показывал вам нормировку соцветий, нормировку завязей. Обратите внимание, какая нагрузочка на деревьях. Плоды уже сейчас как раз готовы для сбора, для оптовой реализации. Хорошо начинают они уже окрашиваться. Ну понятно, это будет только первый сбор сегодня. Начинаем собирать самые крупные, самые окрашенные плоды. Те, которые помельче, они за несколько дней начинают то же самое наливаться. Так у нас сбор проходит в несколько этапов. Ну я считаю, что нагрузочка очень даже хорошая на деревьях. Это сорт Кондор, повторюсь. В этом году погодные условия были экстремальные. Последний дождь был еще в феврале месяце. Недавно прошел дождь. Ну именно на этом участке был очень слабый. Ну где-то, наверное, сантиметров 5 всего лишь промоклая почва. Ничего деревьям этот дождь не дал. Последний хороший дождь был в феврале месяце. Вот смотрите, сейчас у нас уже почти конец июня. И эти деревья не видели никакого полива. На этом участке и вообще на всех наших участках, где находятся деревья, мы не проводим никакой полива. Полива у нас нет. Проводим только рыхление почвы. И все, больше ничего. Ну посмотрите, какие красавчики. Ну весы я с собой не брал, конечно. Но вот моя ладошка, как вам показать. Вот посмотрите, какой плод. Вес неплохой здесь. Да, в этом году многие задают вопрос. Звонят, спрашивают, говорят, скажите, что такое... Ну плоды не набирают размера. Что делать нам? Может быть чем-то подкармливать? Может что-то мы делаем не так? Ну просто этот год не такой, как обычные года. Рано началась сильная жара. И я вам скажу, ничего удивительного нет. Если даже у кого-то плоды не набирают сильных размеров. Плюс еще какая-то перегрузка на деревьях. И понятно, деревья не тянут этих размеров. Да, если бы, конечно, дождики у нас прошли, но это бы сыграло нам только в плюс. Я считаю, что в нашем случае это только все благодаря рыхлению почвы. Так как мы начали проводить очень рано рыхление почвы, как только можно было зайти в сад, сохранили мы зимнюю влагу, постоянно проводили рыхление, не давали испаряться влаге. И вот результат всех вот этих наших манипуляций. Посмотрите, насколько хорошо развиваются наши деревья и наливаются наши плоды. Вот так дерево смотрится снизу. В такой нагрузочке. Плоды очень даже приятных размеров. Урожай прекрасный. Окраску набрали очень хорошую. В этом году сильно много солнца. Очень жарко. Поэтому окраска в этом году отличная, насыщенная. У этого сорта есть такое отличие, когда дерево молодое, оно не дает больших размеров. Чем дерево старше становится, тем размеры становятся все больше и больше. Хотел в этом видео вам показать, вот если вы сталкиваетесь с вот такими моментами, вот этот вот побег, это будет жировой побег. К концу сезона он будет очень толстый, возьмет на себя весь сок и он затянет нашу чашу. Вот эти побеги будут плохо закладывать цветочную почку. Вот этот побег мы должны удалить отсюда. Его можно выломать просто рукой, можно удалить секатором. Но если у вас есть время сейчас, то обязательно возьмите его, удалите. Просто вот мы его вырезаем на кольцо и отсюда удаляем. Насколько светлее стало, будет хороший обдук. Вот на данный момент, ну какая толщина вот этого побега, вот взять, к примеру, палец, ну вот он уже какой толщины. А к осени он будет вообще как держак лопаты толстый. Поэтому такие побеги нам не нужны вообще. В этом месте, вот тоже самое, вот этот побег, он нам не нужен. Мы его тоже, что должны сделать, должны полностью вот так вот удалить. Все, если есть вот такие вот какие-то моменты, если есть время, обязательно сделайте это. Это вам будет только в плюс. Также самое многие в комментариях задают вопрос, скажите пожалуйста, что с нашими листьями. Листья приобретают вот такую форму. Это болезнь какая-то или это вредители, или что это. Нет, это просто повреждение ветром. У нас в этом году очень сильно, каждый день дул постоянный ветер, побега, побег бьется. И вот так вот повреждаются вот эти листочки. Ну ничего страшного, ну против природы мы ничего не сделаем. Есть вот такие вот повреждения. Это то же самое при сильном ветре, когда ветвь начинает бить по плоду, начинает натирать этот плод, и вот появляются вот такие вот следы. Ну в этом году так, ветер, 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 каждый день ветер. То есть ничего мы не можем сделать с этим. Ну вот так примерно у нас происходит сортировка персика. В этом году, обратите внимание, вот сорт кондор, у него всегда клювики есть такие, видите. А в этом году, ну прям вообще очень сильные. Прям очень-очень. Почти на каждом плоду, видите, вот такие клювики получаются. Да, у него каждый год они есть, но бывают небольшие, на некоторых плодах слабозаметные. А в этом году, ну каждый плод с вот таким вот клювиком. Ну видать, наверное, как-то так сложились погодные условия. Ну вот так это мы все сортируем. Как я всегда и рассказываю, мы складываем наш персик в евротару. В этой таре он хорошо доходит до рынка. Далее уже покупатели везут его на конечный пункт. Так, ну, а мы дальше, конечно, идем собирать наш персик, потому что солнце начинает подниматься выше и выше. Становится жарче и жарче. Ну а вам желаю отличных урожаев, хорошей погоды. До следующих встреч на нашем канале. Ну а мы идем продолжать работать. Субтитры сделал DimaTorzok